Неусуек, США, американские военные говорят, что Россия может ударить по Южной Европе со своих новых установок в Крыму. Бриндан Каул, Неусуек, США 13 июня 2019 года Представители американского военного ведомства выступили с предупреждением о том, что Россия целенаправленно и систематически укрепляет свою военную группировку в Крыму, который был захвачен у Украины в 2014 году. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия усилила свои войска на полуострове очень существенно, и теперь в состоянии наносить удары силами этой группировки, основой которой является Черноморский флот. Радиус боевого применения авиации покрывает всю Украину и выходит за пределы Черного моря. Это существенно повышает их ударные возможности, которые сегодня простираются до Ближнего Востока, заявил представитель Пентагона. Другой военный руководитель отметил, что в ходе наращивания группировки в Крыму появились зенитно-ракетные комплексы С-400, а базы советской эпохи были усовершенствованы. Это означает, что российские войска смогут наносить удары по целям за пределами Черного моря, включая Южную Европу и Сирию, даже не покидая Севастополь. Снимки полуострова были сделаны в период с января 2018 по апрель 2019 года частной компанией Planet Labs. На них видны пять комплексов С-400, пять комплексов С-300 истребителей в четырех разных местах. С 2014 года Россия удвоила численность своих сил в Крыму, доведя ее до 30 тысяч человек. А в предстоящие четыре года она планирует увеличить группировку на полуострове еще на 13 тысяч. Сейчас там находится 81 самолет и вертолет. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО настаивают на том, что отношения с Москвой невозможно нормализовать без возврата Крыма-Украине. США ввели санкции против компаний и людей, занимающихся бизнесом на полуострове. Радио «Свободная Европа» сообщило в среду, что Евросоюз решил еще на год продлить запретные инвестиции в Крым, который действует с 2014 года. Эксперт по вопросам нераспространения в России на постсоветском пространстве Сара Битгут. Сара Битгуот, заявил и корреспонденту интернет-журнала «Дефенсуан», «Дефенсиане», что Россия хочет демонстрировать свою мощь еще дальше. Это существенное наращивание группировки. Союзники по НАТО из этого региона требуют, чтобы Альянс продемонстрировал свою способность давать отпор российским попыткам укрепить свой контроль на Черном море. На мой взгляд, это по-настоящему опасная ситуация, сказала Битгут. Джеффри Льюис, Ефрей Льюис, работающий в Центре Джеймса Мартина директором восточно-азиатской программы нераспространения, сказал, что полуостров ощетинился ракетами как еж. Такие масштабы вызывают вопрос о том, просто ли это меры по защите полуострова, или это попытка использовать Крым для проецирования силы на Черном море, сказал он. Масштабы действительно впечатляют. Это реальные вложения в оборону Крымского полуострова. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.